Всем доброе утро! Я вас приглашаю в свой влог На самом деле он будет не слишком красивым Здесь не будет никаких классных выверенных кадров Ну, во-первых, потому что я не умею их делать А во-вторых, потому что мы сейчас обустраиваемся в Москве И у меня просто нет времени сейчас снимать про косметику Куча бытовых вопросов стала перед нами Поэтому скорее я буду что видеть, то и буду записывать Изображаю всеми правдами и неправдами, что я такая красавица прямо с утра Что, конечно, правда В общем, мы поселились в Москве в центре И это все благодаря нашим друзьям, которые дали нам пожить квартиру На супер выгодных условиях для нас Она трехкомнатная Блин, находится на холме Из всех этих трех комнат открываются потрясающие виды на город Все основные московские сайты видны Вот прямо сейчас я смотрю на Москва-Сити Смотрю, значит, на сталинские высотки С другого балкона виден храм Христа Спасителя Кремль Исторический музей Короче, походу я перечислила все, что я знаю в Москве Но, в общем, как-то так, ребятки Буду вам показывать Поэтому вы, пожалуйста, меня простите Не будет это слишком красиво И свет будет так себе Потому что я дождалась, пока в Москве прошли солнечные классные деньки И когда был очень красивый свет И снимаю я сейчас в пасмурную погоду у окошка Потому что, опять же, со светом вопрос пока еще не решен Я даже запилю рецепт в кое-времена в этот ролик Но тоже так себе Потому что он уже отснят И ему осталось туда вставить Короче, не описуйте Просто такой бытовой будет сегодня у нас влог Хочу с вами поделиться радостью Как я решила вопрос с водой здесь в Москве Потому что хозяева не разрешили нам устанавливать систему картриджей под раковиной для чистки воды И на сайте Аквафора я обнаружила вот такой вот интересный кувшин Современный Оказывается, ребята здорово шагнули вперед Со времен моего студенчества Когда я отсадила через обычный кувшин воду Вот этот заряжается через USB Там такая помпа внутри стоит И она пропускает воду через особый вид картриджа Он не просто угольный Он какой-то там особенный И вода получается очень высокого качества Такого же, как если бы ее пропустили через картриджи под раковиной Она не требует до очистки этой водой И не требует кипячения В общем, я ужасно рада Вчера приехал к нам этот кувшинчик И мы нацедили сразу литр воды за одну минуту Одного картриджа хватает, я так поняла Месяца на полтора Ну, на месяц и неделю, как минимум Воду по вкусу я уже оценила Она сейчас похожа очень сильно на дистиллированную Но это всяко лучше, чем была Потому что здесь вода настолько жесткая, где мы живем Здесь соли выпадают в осадок на полсантиметра Такие белые хлопья И вся посуда в белых разводах Кстати, Алису завели Вот эта маленькая колонка Она нам ужасно нравится И это не реклама Не реклама Алисы Мы купили за свои деньги Не реклама этого кувшина А я была бы рада Потому что кувшин обошелся примерно в 2500 А картриджи под него стоят 850 рублей Мы приехали в авиапарк И никогда я не видела такого здоровенного магазина Он просто нереальный Я прочитала, что это самый большой супермаркет Европы Правда, там еще есть какие-то показатели Что-то там полезная какая-то площадь Или площадь для аренды И поэтому уже показатель Он второй после лондонского какого-то большого магазина Все хорошо, конечно Но почему-то указателей здесь нет А нам нужна Икея А там небо Ну что, это наш нехитрый улов из Икея На самом деле мы ездили покупать матрас Потому что здесь мы спим на диване У меня ужасно разболелась спина за эти дни И мы придумали, что можно положить такой тоненький матрас на поверхность И тогда все эти сгибы можно будет сгладить И диван помягче станет Но, как известно, уйти просто так не получается из Икея Матрас мы заказали с доставкой на дом А попутно, как обычно это бывает Накупили всякой ерунды Но я себе уговариваю, что все нужно было Например, вот такие щипцы Нужно расставить нам фотки, которые мы из дома привезли На кухню нужны были вот такие вот кухонные ножницы Зип-пакеты Потом мы вспомнили, что дома остались такие огромные стеклянные кружки Я, во-первых, люблю чай в подобных пить А во-вторых, я подаю в них куриный бульон Мне, кстати, очень важно, чтобы посуда была стеклянная И чтобы я видела, что там внутри А еще я люблю любоваться таким янтарным оттенком чая Короче, важно, чтобы посуда была стеклянная Как минимум напитки Потом, потом здесь выяснилось, нет подставки под ножи А это такая, кстати, прикольная Смотрите, это такие типа макаронины мягкие, пластиковые И они вот так удерживают на месте предметы Вот сейчас посмотрим, что у нас за ножи местные И все это туда поставим Потом выяснилось, что нет силиконовых лопаток А я привезла пару-тройку своих сковородок новых И в кукушке это мультиварка Нужно также набирать там всякое съестное при помощи вот таких вот приборов Чтобы не покорябать стенки нашей новой чаши Вот эту штуку я купила, потому что они везде были разложены Я так поняла, что это подставка под телефон Слушайте, как я люблю вот эти вот полотенчики из Икея Я их просто обожаю, потому что я их использую в качестве кухонных тряпок И даже периодически стираю И только после второй, третьей или четвертой бывает стирки выбрасываю Так они мне нравятся Вот совершенно отличные Поднос купили новый, это уже третий раз Они самые клевые, самые такие они вместительные, удобные И еще, слушайте, смотрите, какую штуку я там обнаружила Это ящик, он сейчас в разобранном виде И там было указано, что вроде надо хранить инструменты в нем Но я же родилась в деревне И я сразу сообразила, что можно в нем хранить на самом деле картошку, морковь, лук А здесь такая кухня малых выдвижных ящиков И большинство из них открывается дверьми наружу И я вот думаю, как раз сюда все это складировать буду, а потом выдвигать Я разложила все продукты, которые мы купили в ближайших магазинах Потому что сама обожаю смотреть, кто что ест, кто что покупает Беру что-то на заметку Давайте отсюда начнем Здесь рыхлые яблоки, слава победителю Их я ем просто так И более плотные семеренко, которые пойдут у меня в шарлотку Дальше здесь немного инжира В Дикси я купила на пробу такой манго Сейчас сезон египетских манго И до этого я их покупала во вкус вилл Но тут впервые увидела в Дикси По-моему, они мало чем отличимы На пробу взяла вот такую вот ветчину во вкус вилл А обычно я покупаю колбасу из индейки Она мне очень нравится По ходу пьесы я взяла вот такой вот урбич Заказывала его на Вайлберрис До этого брала другого бренда Но решила поэкспериментировать Потому что хочу сделать я хумус Поэтому, кстати, я купила еще и нут Вот завтра будет хумус Дальше здесь из вкуса вилла Перец сладкий Лук В пятерочке я взяла все-таки вот такую вот селедку Обожаю именно от Санта Бремор Вот я лично в одно лицо ем одну такую упаковку селедки Приблизительно раз в неделю Очень много сельди съедаю По-моему, в Перекрестке был вот такой соус Я беру его достаточно часто Это кунжутный соус Мы его очень любим Еще я взяла в пятерочке Приправу любимую Чеснок плюс травы плюс соль Обожаю Она в пятерочке есть и, по-моему, в Перекрестке В Перекрестке взяли на пробу хлеб Потому что у нас в окрестностях он отвратительный В Перекрестке взяли грецкий орех Во вкус вилл редиску Там же взяли на пробу вот такой острый сыр Пока сыр, который мы там пробовали Ну, не очень хороший, если честно В Дикси я обнаружила обалденные черри Они мне так нравятся До этого я брала в Перекрестке И они называются медовая ягода И бывают еще сладкая ягода Но вот эти вдвое дешевле Оказались такими сладкими и хорошими Но совершенно не уступают тем Дальше Мироторговское мясо долгого хранения Всегда есть у нас в холодильнике На всякий пожарный Плюс я его запекаю на завтрак Подсказали нам очень хороший магазин Свежего парного мяса Халяльного Потому что мы живем неподалеку от мечети И мы купили говядину на шурпу Ну вот, собственно, все Это наша еда Ну, наверное, наверное, на неделю Потому что поесть мы, конечно, любим Буду готовить хумус и покажу, как я это делаю На ночь замочила полкило нута Примерно на 12 часов Сначала помыла его водой чистой А потом завела еще холодной чистой водой В этой воде буду варить Соль добавлять не надо Поскольку я варю вот в такой мультиварке-скороварке Это моя обожаемая кукушечка Наша кормилица То у меня примерно уйдет 55-53 минуты Ну, а если вы варите на газу Либо на электричестве То, наверное, около двух часов Я начала уже делать на самом деле хумус И забыла, что я собиралась снять этот рецепт Я начистила небольшую головку чеснока Взяла сейчас пока еще половинку лимона Если не хватит, добавлю Оказалось, что вот этот турбич, который я купила Он с горчинкой Он вкусный, но горчит Поэтому, вероятно, хумус не будет таким, как положено Но я думаю, что он не сильно его испортит Мне понадобится, наверное, 3 столовых ложки Здесь 2 трети всего нута Он весь не влез И отдельно я вылила жидкость Это вышло примерно полтора стакана Добавлю также соли Вот самая главная задача сейчас Вот это все перекрутить Отжать сок лимона Добавить чеснока 3 столовых ложки примерно вот этого И соль по вкусу Вот так выглядит хумус в конечном итоге И я думаю, что здесь не меньше 400 граммов На эту порцию ушла ровно половина нута Который я замачивала Он же разбух Затем здесь примерно полтора лимона Не хватило мне половинки, которую я положила Что-то как-то и не рассчитала Маленькая ушла головка чеснока целиком И полных 4 столовых ложки урбича с горкой Получилось очень вкусно Посыпала я все это кедровыми орехами И сверху добавила немножко зиры Вот эта порция для нашего друга Сейчас буду делать нам Мы пришли в фикс прайс Выбирать мне всякие разделители для ящиков И коробочки для хранения косметики Ну вот, я вижу Правда, они маленькие Ну, какие есть Сейчас что-нибудь повыбираю Показываю наши покупки из фикс прайс Правда, снимаю я все это дело при тусклом свете от окошка Потому что верхний свет здесь желтый А я его терпеть не могу Мы купили два вот таких сетевых фильтра Но я немножко стремаюсь доверять им технику И если у кого-то есть опыт их использования Пожалуйста, поделитесь Дальше Самое главное, зачем мы ходили Это за акриловыми контейнерами Для организации косметики Ватных дисков и палочек Один вот такой пойдет в ванную комнату Он крутится Второй, наверное, туда же Он под ватные диски Это не про косметику Я просто неравнодушна к стеклянным кружкам И я их увидела еще в прошлый раз Когда мы забегали туда И они дешевле, чем и киевские кружки По-моему, они рублей по 77 И я на всякий случай две купила Ну, правда, они, наверное, и поменьше, чем и киевские Но самую малость Вот в такой, наверное, контейнер Пойдут ватные палочки И вот еще два акриловых контейнера Мне кажется, в них войдут туши И, возможно, карандаши для глаз На самом деле, я рассчитывала на большие контейнеры На вроде тех, что я увидела в Икеа Но в Икеа мне было жаль отдавать тысячу рублей за каждый контейнер И я их не взяла И сейчас уже жалею Видимо, придется возвращаться и покупать Потому что под тени Пока я взяла вот такой вот пластиковый контейнер Ну, куда-то надо их класть А потом куплю, наверное, побольше вот эти боксы И перевожу Ну и кое-что для быта Здесь перчатки, губки И, по-моему, все Мы идем к метро ВДНХ А это памятник покорителям космоса Скрывается за деревом И Москва в этом году сказочно красива Потому что осень оказалась теплой Много листочков Парки в Москве, конечно, шикарные Потому что красивые парки, как правило Если сравнивать с Питером Под Питером или вокруг Питера В центре те, которые мы сходили вдоль и поперек Ох, как взнувает ракета вверх Я, конечно, соскучилась по Москве Поэтому, наверное, излишне буду эмоционально Простите, снимаю я без стабилизатора Поэтому все, наверное, будет так себе Вечером Так тепленько здесь, так хорошо И Андрей Васильевич идет мне навстречу Конечно, в Москву такие деньги вкладывают Мы в этот раз под особенным впечатлением Она такая ухоженная, такая нарядная И все для людей Куча детских площадок Чистые ухоженные парки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому